всем привет у 3d монстры у нас сейчас есть небольшой период между осенней зимней депрессии когда вроде бы как все ничего и погода по крайней мере в москве в подмосковье где я нахожусь хорошая и поэтому у меня неплохое настроение кроме того я закончил модель которую делал ну как закончил первый этап закончил я сделал лоупольку затекстурил и и все запек все нормально получилось относительно и я собираюсь выкинуть эту модель на помойку потому что она мне не нравится он не подходит для того проекта который мы делаем у меня по проекту я особо не буду больше вас погружать в новости по проекту потому что это походится на брение какого-то сумасшедшего и после того как многие из вас мне написали я увидел как много проектов прекрасных совершенно интересных проектов умерли на стадии на разных стадиях они поумирали или не умерли или просто застряли я для себя сделал вывод такой я принципе давно то все это все понимал но все таки я знаете как вот я чувствую что я должен делать в этой ситуации потому что поскольку я уж принял решение делать какой-то собственный проект я должен его довести до конца я сам начал понимал что мне надо знать все что относится к 3 до графики это касается и создание персонажей окружения риггинг текстурирование там скульптинг все и сейчас я дошел до того этапа когда я закончу заканчиваю вот уже риггинг да и встраиваю модель движок и у меня начнется работа с движком почему надо все знать потому что как я вижу и с теми людьми с которыми я пообщался работа на общественных началах не работает я конечно всегда это знал но и все-таки в этот раз я еще раз в этом убедился если вы хотите сделать свой проект неважно я свой или вы свой вам приходится делать всю работу 80 процентов делать самому потому что не потому что люди плохие встречаются потому что у них есть собственные понимаете задачи они работают них есть семья но как только ваш проект начинает тормозить и проваливаться все если хотя бы один день вы не работаете над проектом по той причине которая от вас не зависит это ваш проект стоит под большую угрозу поэтому я себя чувствую знаете кем не супер креативным чуваком который там делает какие-то идеи там волшебные придумают вау там это будет супер я чувствую себя лошадью который тащит эту телегу которая ну называется проект но я лошадь которая не просто тащит эту телегу до всех мотивирует и там ну типа поехали а я такая лошадь которая может починить телегу надстроить над ней второй этаж и поэтому там ну сделать другую телегу например да при случае и от этого знаете не напоминает этого как его осла из беременских музыкантов который при случае мог еще и выступить и не просто вез этих всех бременских музыкантов вот и я такой же короче осел и поэтому я не могу при поручить работу чтобы она зависела не только от меня а еще от кого-то потому что я знаю что это все кончится ничем очень много проектов именно умирает потому что люди не могут постоянно посвящать и этому время так что я буду тащить эту телегу и со временем почему я вышел на связь с людьми и хочу все-таки знакомиться потому что мне удалось познакомиться с несколькими людьми которые ну просто топ они сделают сейчас уже ведется работа и я просто не буду уже рассказывать да посвящать может потом с ними посвящаемся и организуем какой-то совместный стрим да где мы расскажем как мы работали над концепцией над общей мы не делаем сейчас игру я не хочу потому что это портит маркетинг моего проекта да они все думают что о блин ну это дед с ума сошел короче кукуха и поехал какая игра делаем персонажей окей для игры просто потом эти персонажи возможно примут участие в более глобальном проекте уж персонажей то мы можем сделать и сейчас я покажу вам сделать с концепции в едином стиле с раскадровкой для ролика с ну просто высокого уровня понимаете для всех для нас кто примет участие в этом проекте это большой прорыв не просто там даже в этом именно проекта в самом портфолио своем опыте и это классно это супер увлекает эта работа поэтому давайте посмотрим что я сделал и потом мы все я обещал ролики снимать не больше десяти минут все что ж ребята вот так вот выглядит моя модель я ее затекстурил сейчас я немножко расскажу как я текстурил покажу вам поближе и substance painter модель да там будет видны текстурки как я их накладывал это лучшая модель которую я делал за все это время потому что здесь воплотилась в принципе все мои умения она сделана не по туториалу она сделана даже не по концепту который лера делала потому что я не смог сделать до конца но многое здесь я взял из ее концепта но я вот вот меня не было опыта и мне сложно было читать концепт и я не смог с лерой вот как ну она у нее свои задачи а мне нужно было все время ей задавать вопросы по этому концепту поэтому я решил сделать на свой взгляд как это и поэтому я сделал лук дев да как вот основные цвета выбрал какие-то другие и ну сделал сшил немножко другой костюм в общем вот так вот у меня получилось и минус этого в том что она эта модель не в общем концепте да вот я не рисовал можно сказать концептер и сам придумал и это конечно большой косяк и можно будет продать на стоках или что-то сделать потому что в принципе она сделала неплохо здесь все как бы вроде как нормальный и я для нее сделаю рик в анриеле и может быть продам на стоках так ладно надо спешить потому что надо уложиться ребята в 10 минут так ну вот смотрите что я могу сказать по текстурам сейчас мы смотрим разрешение 4k я особо не заморачивался какие тут лейблики вот эти вот выносить просто так и зафигачил это вот например от pan american инструкция по полетам вот это lunar логотип он из луна по моему 2100 здесь написано иероглифами звездная вспышка если так смотреть конечно кажется что все достаточно простенько потому что я текстурировать и добавлять детализации на этапе текстур можно бесконечно можно делать очень долго но я этого не стал делать я сделал вот по минимуму чтобы он смотрелся более менее я понимаю свои возможности после того как я создал эту модель и все окей сейчас мы сейчас по рендерим не знаю не затормозить ли компьютер так вот это убрать и были я привык на 4k работает там гораздо все кстати видите как работает substance painter он равно сран тормозить но он работает гораздо гораздо лучше вот так вот свет повернуть на своем старом компьютере я никогда не мог но вот я пока не буду делать ссылку на это на эти рендеры потому что они substance painter и это не то что я хотел в результате получить в результате будет гораздо все более прилично выглядеть но понято понято все не знаю что еще рассказываете короче те кому нравится модель доставьте лайк естественно под этим видосом потому что на встречи на ее пока нет я попозже это добавлю так и давайте я в мае покажу ритоп ритоп выглядит вот так на руках я делал потому что я хочу именно сделать здесь я здесь сделал вот эти вот для на где на сгибах чтобы полигончиков было побольше на локтях я не стала заворачиваться здесь чуть-чуть не намного побольше но тем не менее побольше на сгибах то есть обычно делается сетка плотнее для того чтобы не так сильно деформировалась сетка и не вылезали бы острые углы и так далее сколько он занимает занимает немного без головы просто костюм занимает 28000 треугольников это нормально это немало не совсем мало но это уж точно и немного модели там нормально считаются там 100000 полигонов там сейчас это сейчас не экономит каждый полигон так ну вот и все что я наверное хотел на этом видео показать надеюсь я уложился в 10 минут и всем братишкам и сестричкам хочу заключение сказать что вот смотрите спустя полтора года если вы будете работать примерно с таким же усилиями как и я я работаю реально много я не отвлекаюсь и то вы окажетесь на пороге что вы сможете сделать реально хорошую модель сейчас я понимаю когда я сделал эту модель если бы у меня сейчас начнется вот у меня сейчас будет период когда буду делать по правильному там уже основном продуманному концепту модели с нормальным силуэтом которая должна быть впечатляющая и у меня на руках все инструменты которыми я владею реально уже владею и смогу сделать эту модель на очень очень высоком уровне при помощи я конечно буду консультироваться с концепт-художниками потому что у меня еще не сформировалась до конца это художественное видео видение но все равно уже большие зачатки вот этого есть и понимание такое знаете потому что программами научиться пользоваться это собственно говоря не особо сложно это тоже сложно но не особо главное внутреннее ощущение готовности к тому чтобы делать реально крутые вещи и вот она появляется спустя год и семь месяцев ребята сколько вам еще осталось если вы только будете при условии работать много и плодотворно и не сидеть в чате как типа дискорда и бесконечно там трендить я вот настоятельно рекомендую рабочий день 10 часов если вы работаете если у вас есть это время выключаем дискордики потому что я у поражен был сколько на ой ладно все давайте увидимся в следующий раз когда я уже буду что-то другое показывать надеюсь что я покажу вам раскадровку покажу вам как нарисованы персонажи концепты и надеюсь что удастся стрим сделать концепт художниками если они этого захотят пока продолжайте работать